Вы на канале «Свобода премиум» с праги вас витая Сергия Пламейка. Кто оказался у выигрыша от миграционного кризиса? Кто заявляется его организатором и кончатковым бенефициаром, когда мигранты перестанут штурмовать между Литвой и Польшей? Про это и про иншее мы поговорим с литовским политологом Витисом Юрконесом. Добрый день, Витис! Виталий! Кто, по вашему мнению, оказался в выигрыша от миграционного кризиса? Кто является его организатором и кто конечный бенефициаром? Я думаю, что пока рано говорить, кто выиграл. И, в принципе, сложно в таких обстоятельствах вообще видеть это как какую-то игру. Но ситуация серьезная. Я думаю, что все здравомышлящие люди понимают, что это искусственно созданная проблема. И это делает официальный Минск. Белорусский режим. И в этой ситуации самой большой опасности и риски, конечно, люди на границе. Особенно имея в виду климат и погоду. Мы знаем, что, к сожалению, уже эта ситуация закончилась с несколькими смертями и еще тысячи людей на этой границе. Литва и Польша, безусловно, в такой билемной ситуации. С одной стороны, они, если впустят мигрантов, это будет создавать такой эффект домино, и люди поедут еще дальше, и новые приедут. Если будет, как до сих пор это делает, отталкивать людей, это имеет некоторые моральные и репутационные издержки. Но ситуация серьезная, потому что все понимают, что тут обороняют не только границу Литвы или Польши, но всего Евросоюза. И режим тоже это понимает. Но также чувствует, что эти мигранты и на территории Белоруссии. Некоторые даже, как мы слышали в интервью BBC, готовы подаваться на убежище в самой Белоруссии. Так что это частично может быть и выстрелом в ногу. Но говорить, что кто-то выигрывает, я думаю, что довольно рано. И надеюсь, что так Брюссель, так Берлин, так международное сообщество сделает все возможное, что не только мигранты могли безопасно вернуться домой, но также и все белорусы, что могли вернуться домой. То есть, если будут какие-то признаки переговоров, то мы будем переговариваться не одним вопросом, но всему пакету насчет того, что происходит не только сегодня, но и произошедшие два года в Белоруссии. Вот вы вспомнили интервью Лукашенко в BBC. Какие вы сделали выводы из этого интервью для себя, по крайней мере? Ну, ему сложно. Было очевидно, что Стив Розенберг довольно спокойно задавал вопросы, а там нервозности и даже истерии было очень много. Самооправдание каких-то, и ни на один вопрос четко не ответили, какие-то отговорки и так далее. Ну, в принципе, опять здравомыслящие люди, если бы посмотрели на это интервью, они бы поняли, что с официальным Минском все очень сложно, и там очень сложная ситуация. Так что безысходности наверняка в Минске сейчас намного больше, чем в Евросоюзе. Существует мнение, что Лукашенко наказывает Литву и Польшу за поддержку белорусской оппозиции. И вот у меня возникает вопрос. Есть ли в Литве голоса сомнений? Мол, если бы мы не поддержали в свое время Тихановскую, то и кризиса с мигрантами не было. Не пришлось бы строить стену на границах. Ну, давайте скажем так, что, может быть, такие мнения и есть, но они весьма маргинальные. То есть, ну, в плане вообще среди политиков и чиновников позиция политической воли поддерживать демократическую Беларусь, она довольно единая. Там есть, может быть, некоторые исхождения по поводу тактики, как это делать, но в целом поддержка демократической Беларуси, она очень большая. И мы видели это и год тому назад, когда была живая цепь людей, там, Балтийский путь. Это показывает, что и народ поддерживает, и элита также. И несмотря на то, что у нас был выбран новый парламент, эта политическая воля не менялась. А, кстати, как вообще люди относятся к строительству стены на границе, там, где, в общем-то, исторические границы никогда не было? А тут вопросов, конечно, больше. Есть и люди из правозащитного движения, и некоторые политики, они говорят, что лучше давайте улучшать ситуацию с мигрантами и инфраструктурой. Там они только заботятся о стене. С другой стороны, надо признать, что в последние 10-15 лет много людей были как-то наивно очень настроены, и всегда говорили, «А вот хотели бы вы вместо белорусской границы иметь российскую границу?» Да, вот эти постоянные геополитические какие-то спекуляции. Но вот как вам сейчас иметь белорусскую границу? Это если бы в соседнем государстве были нормальные, адекватные, доброжелательные люди, я думаю, что вопроса стены вообще и не было бы. А сейчас вот вспомнили, что, оказывается, есть граница, которая не защищена, где есть не только поток мигрантов, но и контрабанды, и много еще чего. И определенная опасность при условиях, что сейчас де-факто всем руководит режим. Ну да, это создает опасную ситуацию. Так что пока стену строят, но я думаю, что, надеюсь, что это сделают по всем стандартам. Ну и в будущем какая-то полномасштабная стена, она не понадобится, и хватит просто нормального мониторинга, соблюдения границы, чтобы не было вот контрабанд и так далее. А та ситуация напряженная, которая сейчас есть, ну, как мы и говорили, она сейчас пока искусственно создается, и, надеюсь, при новой власти такого не будет. То есть, вот вы уже сказали два раза про новую власть, и переговоры о решении кризиса с мигрантами могут быть увязаны, как вы сказали, только с решением общей ситуации в Беларуси, потому что не только выходцы из Ближнего Востока бегут из Беларуси. Тогда возникает вопрос, как, по вашему мнению, может закончиться кризис на границе? Значит, он закончится тогда, когда закончится политический кризис в Беларуси, когда будет развязан этот вопрос? Абсолютно так же. То, что мы имеем сейчас на границе, это как бы продолжение того политического кризиса, который был летом 2020 года в Беларуси, и до сих пор продолжается. И мигранты, то есть те, которые бегут от репрессий, пыток и так далее, из Беларуси тоже были. То есть мы забываем, если сейчас говорим про мигрантов из Ближнего Востока, там про 10 тысяч и больше людей, то из Беларуси уже уехало больше, чем 100 тысяч людей. То есть так, что напряжение есть, чувствуется, и она продолжается уже больше года. А как разрешиться? Но было бы ошибочно думать, что надо бороться только с последствиями. То есть потому что ситуация с мигрантами является последствием проблемой в Минске. И кто-либо, кто серьезно относится к этой ситуации, должны задуматься, а как решить основную проблему. Это режим, который не ответственный ни перед своим народом, ни перед международными правилами. Это основная как бы задача. Но временную вот эту ситуацию и вызов с мигрантами, ну, должны подключиться международные структуры, как ООН, ОВКБ, Международная организация по миграции, МОМ, Красный Крест, они же имеют свои как бы отделения в Минске. И вот эти миссии надо усиливать по максимуму, потому что эти бедные люди, которые попали в засаду, опять, в капкан режима, ну, они должны быть защищены. Как и белорусские граждане, которые там тысячи еще задержанных, политзаключенных, и все это должны видеть в совокупности, потому что как раз режим создает, белорусский режим создает такую ситуацию и является источником проблемы. Белоруссия сегодня ближайший союзник России. Но мы знаем, что традиционно страны, которые когда-либо были в составе России, СССР или Российской империи, они более чувствительно относятся к угрозам со стороны России. И Вильнюс, он один из инициаторов санкций против режима Белоруссии. Тем не менее, вот сейчас идет обсуждение концепции безопасности Евросоюза и Варшава настаивает, возможно, Вильнюс на том, чтобы там была прописана угроза со стороны России. А пока там есть фраза о единстве культуры Европы с Россией и о каких-то общих приоритетах. В этой связи вопрос. Какие у официального Вильнюса разногласия с Брюсселем относительно режима в Минске? Есть ли они? Я думаю, что по большому счету больших разногласий нет. Опять, может быть, в вопросах тактики, как действует. Но в целом непризнание режима Лукашенко как легитимной власти, оно единое в Евросоюзе. Все понимают, что должны быть свободные прозрачные выборы на платформе ОБСЕ с соблюдением ОБСЕ. Как бы все против пыток, против террора. Так что в этом плане все вроде бы видят картинку одинаково. Этот процесс будет через переговоры, через давление, через санкции и так далее. Или в комбинации некой. Я думаю, что вот в этом ведется некое обсуждение. Нуждается ли Евросоюз в очередном пакете санкций? Я думаю, что все понимают в виде этого нахальное и циничное поведение режима. Понимание тоже есть, что надо усиливать это напряжение. И тем самым показывать, что мы готовы разговаривать. Потому что в конечном итоге этот режим должен сесть за столом с демократическими силами, который в данный момент представляет белорусский народ и найти какой-то формат мирного транзита власти. Так что, а так, для Литвы некий скепсис. Раньше был не новостью насчет того, как мы видим Россию. Но надо подчеркнуть, что, опять, когда мы говорим про опасность, мы должны говорить про опасность Кремля, а не России как таковой. И против Беларуси никто ничего не имеет. И против белорусских граждан. А вот против узурпатора власти, потому что он в данный момент и не репрезентирует, не представляет граждан Беларуси. Так вот, это надо очень четко отметить. И в 2008 году Литву когда-то называли последним воином холодной войны. А сейчас, в принципе, и мы тогда чувствовали себя довольно одиноко. Но сейчас это же не только страны Балтии или страны Вишеграда, но и все скандинавские страны, тот же самый Берлин и Париж, и Великобритания, и Канада, много-много стран понимают, что режим Лукашенко давно перестал быть только внутренней проблемой. Он является проблемой региональной безопасности, а то и шире, потому что подставляются и граждане Ирака, Сирии и других стран, которые не в нашем континенте. У нас в Беларуси аналитики, просто оппозиционные политики и даже интеллектуально думающие люди разделились относительно санкций. Некоторые утверждают, что санкции вредны, только толкают Беларусь к России, еще к большему сближению с Россией, и могут дотолкать, так сказать, до полного объединения двух стран. Другие говорят, что без санкций не обойтись. Какая Ваша точка зрения относительно санкций против режима Минского? Ну, то, что санкции вредят белорусским гражданам, это уже давняя пластинка самого режима. И это в какой-то мере даже действовало лет пять тому назад. Но основная угроза и проблема для белорусских граждан – это белорусский режим. То есть мы видели, что случилось с тачкомами, мы слышали очень много насчет социальных гарантий, и какая будет средняя зарплата, ну, и ничего в этом плане. Уж я не говорю о всяком законодательстве от унияцев, и как распределяется тоже прибыль всяких заводов, как это выводится на какие-то компании за рубежом. Ну, то есть, если так посмотреть, основной проблемой является не санкции, а безответственный режим. И в этом плане санкции тоже, они делаются так, чтобы они были целостно направлены против кошельков Лукашенко, против тех, которые являются основными столбами этого режима, и силовиков также. Так что, да, это довольно сложный процесс, и потому он довольно медленный, но мы должны сказать, что не хватает только объявить санкции, надо их и осуществлять. И это тоже очень большой вопрос в плане того, насколько санкции эффективны. Мы часто слышим, что вот санкции не работают и так далее, хотя из вот этой нервозности с официального Минска видим, что нервозности хватает. И я уверен, что санкции будут еще более точечные, четкие, и если Евросоюз еще будет смотреть, например, США, то и все сотрудничают, и те, которые сотрудничают с компаниями, приближенными людьми режима, они тоже могут стать токсичными. А вот тогда мало не покажется и тем, которые и тому небольшому кругу поддерживающих режим, потому что они из этого получают выгоду. И тоже являются причиной того, что вся страна и все белорусские граждане стали заложниками этого режима. И последний у меня вопрос, который более апеллирует к вашим субъективным взглядам и ощущениям даже. Каким вы видите реальное завершение политического кризиса в Беларуси? Как скоро он может закончиться и чем? Нет ли у вас ощущения, что это надолго? Ну, это уже довольно долго продолжается, но это вопрос всегда такой сравнительной, перспективы. Мы знаем из истории, что иногда бывает, что режим меняется в течение пару месяцев, но были, что этот процесс происходил, транзит власти и годами. Также надо отметить, что даже если Лукашенко уходит, скажем там, не знаю, через месяц, то этап этого транзита, он будет сложный. Но в этом плане, чем раньше это случится, тем проще будет, потому что всю ситуацию режим только усуглубляет, делает Беларусь все больше и больше, как раз режим, а не санкции делает, все больше и больше, зависимый от Кремля и понемножку ведет распродажу белорусского суверенитета. Так что, несмотря на то, что этот процесс сложный, он должен происходить, иначе никакой независимости в Беларуси, независимой Беларуси при нынешнем режиме, перспективы такой вообще нет. А то, что это может случиться в течение пару месяцев, может. Может ли это случиться в течение пару лет, затянуться на пару лет, тоже может. Это зависит от решительности первым делом белорусского народа, но также и международной позиции всяких международных структур. Потому что, если ООН, ОБСЕ ничего не может сделать или слишком мало делает насчет того безнаказанности белорусского режима, вы только представьте, какой это сигнал для других режимов, того же самого Кремля или Китая. Так что это Беларусь является лакмусовой бумагой насчет того, насколько серьезно международное сообщество смотрит на вопросы демократии, свободы и прав человека. Дякую, Витязь, за Гутарку. Дякую вам. На связи по литовске политолях Витязь Юрконе супразе для вас працавал Сергей Абламейка. Подписывайтесь на наш канал, кали вы ясчега тага не зрабили. Субтитры создавал DimaTorzok и ха.